Всем привет! Сегодня распакуем посылочку, которую, ну как я думаю, что я получил от производителя. По крайней мере, я думаю, что здесь находится у нас смартфончик BlueBoo Maya версия Pro. То есть там она существенно должна быть лучше, чем обычный смартфончик BlueBoo Maya. Но давайте откроем, чтобы я сейчас случайно не ошибся. Вот, а там оказывается совсем другое что-то. Но вроде как это должен быть он. Ну да, да, нет, не Pro, версия Max, прошу прощения. Да, то все Pro, Max и так далее. Реально, как бы, это смартфончик, это посылочка от производителя. Ну давайте будем смотреть, что у нас тут есть. Ну вот это вот уже интересно, как бы, да? По коробочке. Это у нас процессор 6750, 8 ядер, 6-ой Android, 6 дюймов, 3 гигабайта оперативки, 32 встроенный, камера 8 и 13 мегапикселей, батарейка 4200 мА. Единственное, конечно, что меня, честно говоря, смущает в данном смартфоне, это вот разрешение дисплейчика HD на 6 дюймов HD. Ну, в принципе, может быть, как бы, был такой смартфончик Lenovo S939, то когда-то давно-давно было у меня на канале обзор, то там тоже было HD и тоже было 6 дюймов. Ну, в принципе, на то время, как бы, да, это было пару лет назад. Ну, это сегодняшний день, ну, посмотрим. Хотя, учитывая цену, то, ну, что тут, как говорится, цепляться. Давайте будем открывать, смотреть и, соответственно, понимать, что же за аппарат у нас в руках и реально ли он интересен для приобретения. Так, что мы уже видим? Что мы уже видим? Сразу уже вижу, что по сравнению с обычным смартфончиком BlueBumaya, то есть не версии Max, то экран здесь лучше, потому что он темный. А там был такой, скажем так, отдавал такой серезной, и он такой был, ну, такой себе, скажем так, не очень хороший, откровенно говоря. То есть аппарат у нас задник золотистый, вперед у нас белый, задник у нас тоже в пленке, есть уже сканер обещатка пальца, глазок камеры выпирающий, что, в принципе, ну, так скажем, не очень, как бы, хорошо. Лоток, давайте посмотрим сразу лоток, что у нас в лотке. Лоточки у нас мы можем поставить, либо же, да, лоточек комбинированный, потому что эту штуку не было бы смысла, как бы, ставить. То есть либо же две микросимки, либо одну микросимку и одну карту памяти. Ну, я, по крайней мере, да, карту памяти сюда мы можем, в принципе, поставить. Так, что мы также видим? Здесь у нас заглушка 3,5-миллиметрового разъема. Не знаю, это, наверное, производитель положил, ну, как-то, я не знаю, идет ли оно в комплекте, либо же нет, ну, сложно сказать. Ладно, давайте будем ее включать, будем смотреть. Пока пора запускается, то давайте посмотрим, что у нас будет в комплекте, когда вы купите. Коробочка, в принципе, такая же, как и просто в BlueBum. Давай. Давай. Что у нас будет в комплекте сразу? Давайте смотреть. В комплекте у нас будет, в комплекте у нас будет USB Type-C, USB шнурок. Будет у нас, будет у нас, будет у нас. Что это такое у нас? Это, ну, это пленка. Вот это для пленки, что ли? Ну, да, это как бы пленка вроде, да. Ну, это пленка, это явно, что не стекло. Так, что-то такое. Бамперочек, бамперочек, бамперочек. Очень похож на бамперочек от смартфончика QBOT X16S, который тоже был на меня на канале. По зарядке, что мы получаем по зарядке? 4200 миллиампер мы будем заряжать зарядкой 5 вольт 2 ампера. Ну, скажем так, не самый крутой показатель, но тем не менее. Вот такой вот комплект. Давайте теперь смотреть на сам аппарат. Что же мы здесь имеем? Ну, дисплейчик однозначно могу сказать, что лучше. На голову лучше, чем просто в глубу мая. 6 дюймовый, это классно. По сути, вы получаете практически уже смартфон-планшет. Ну и, соответственно, если вы ищете аппарат именно такой комбинации, то однозначно, как бы, это, возможно, будет один из смартфонов, на который вы будете смотреть. Ну, с экраном не все так плохо, как я себе думал. То есть, пикселизации особо, если, скажем так, не вот так вот делать, то я думаю, что особой пикселизации, в принципе, не заметите. То есть, ну, в принципе, экран, я могу сказать, что очень даже-таки неплохой. Что у нас по яркости? Максимальная яркость, минимальная яркость? В принципе, стандартно. Тут ничего такого нового, в принципе, нет. Камеры у нас 13,8 мегапикселей. Ну, по камерам, то это надо, как говорится, тестировать. Надо тестировать, проверять и, соответственно, делать выводы. Кнопочка. Что у нас делает вот это вот в этот рычажок? А, просто переключает в беззвучный режим. Но переключается, так я вам скажу, ну, с таким нормальным... Это вообще нормально переключается. Динамики. Динамик, скорее всего, у нас тут всего лишь один. Давайте послушаем, что он нам выдает, какая громкость динамика. Так, трон-тон-тон-тон-тон. Настройки. Phone, Ring, Tone. Ну, довольно громкий, но... Ну, легкие подхрипывания, в принципе, есть. Ну, такие очень легкие. Если вы держите смартфон близко, то, в принципе, это ощущается. Это первое знакомство с смартфоном. Очень интересно, сколько же проживет батарейка, на самом деле. Или реально здесь 4200 мА. Разобрать мы, в принципе, его... Ну, так, традиционным классическим методом, конечно же, мы не можем. Значит, будем определять методом тестирования, что же у нас тут на самом деле есть. Короче, буду я тестировать эту штуку. Ух ты! Вообще класс! Ну-ка. Ну, круто, круто. То есть, оболочка, видим, у нас здесь имеет уже, как бы, скажем так, интересные фишки, которых уже нет в обычном Android. То есть, ну, да, здесь это стандартные, как бы, вещи. Иконки перерисованы, менюшки у нас нету. И здесь у нас есть полоса и кнопочки у нас на экраны. В общем, иду тестировать, иду играться, и, соответственно, пилить для вас честный обзор по данному устройству. Жду от вас лайки под видео, у них сложно поставить, неприятно их там видеть, комментарии по поводу данного устройства, и подписки на все мои каналы. Всем большое спасибо за внимание. Пока! Пока!